Большой футбол возвращается на Алтайскую землю. Мы с вами находимся на стадионе Динамо, где через 15 минут свой матч сыграет Динамо-Барнаул против Ульяновской Волги. И вроде бы все неплохо. Хорошая погода, футбол, но есть одно важное НО. Матч начинается максимально рано, в рабочий день, в 15.00 по барнаульскому времени. И, как мы видим, за моей спиной болельщиков можно пересчитать по пальцам. Матч начался раньше по уважительной причине. Игроки Волги могли не успеть на самолет. Так что хозяева и Российский футбольный союз пошли навстречу гостям. И встречу перенесли. И, собственно, поэтому болельщиков на трибунах, как людей в офисе, в выходной день почти никого нет. Но вернемся к футболу. Слишком много, но везло, наверное, в начале сезона, что не идет туда мяч ворота, и все, как бы, хоть убейся в зале, кучу моментов. К сожалению, пропустили, наверное, ну, не знаю, какие мячи, не скажут, что они голевые даже были моментов. Перед тем, как создать ту самую кучу моментов, Белоголубые еще в первом тайме пропустили два мяча. Дальше на Гирюгова, Гирюгов. Ох, как обыграл-то удар, какой гол! Во втором тайме барнаульцы игру перевернули и начали показывать свой футбол. Создали кучу моментов, но госпожа удача была в этот раз на стороне гостей. Хотя у них во втором тайме и были тактические ошибки. Знаете, мы перестроились с защитником, у нас немного не получилось. Мы стали отдавать позиции, да, у нас, может, Динамо немного прибавило, да, то есть все-таки хотели, наверное, сравнять счет. Счет сравнять наши очень старались, но свои моменты не использовали. Как итог победа Волги 2-0. Интересный факт, рекорд, когда в матче между этими двумя командами победитель выигрывает и при этом не пропуская свои ворота, остается не побит. А он длится 52 года. В турнирной таблице сейчас Динамо на седьмом месте. Волга взлетела на третье. Белоголубые продолжат серию домашних матчей играми против Торбеда Миас и Спартак Туймазы. Встречи состоятся 14 и 17 сентября соответственно. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.